Ребята, всем привет! Сегодня, кстати, я вот вчера влог снимала, я там даже живот не показала, не кой кожи, на меня, что за хрень? Сегодня 16 марта, четверг, давайте посмотрим, что у нас там по неделям и дням. Я ужасно сегодня не выспалась, я ушла. Сегодня 23 недели, 4 дня беременности. Я сегодня в других лосинах, потому что те, в которых я люблю ходить, обычно хожу, а сегодня обрызгал общественный транспорт, просто какой-то ужасный человек там сидел. На сегодняшний день мой живот выглядит вот так, в лосинах, вес мой 62 килограмма, это знаете сколько прибавка? Прибавка, прибавка, 8, 8 килограмм. Не знаю, есть ли во мне какая-то лишняя жидкость, выгляжу ли я какой-то отекшей, я точно выгляжу очень уставшей, не выспался, сейчас это 100%, даже к гадалке не ходи. У меня сегодня был ужасный день и ужасная ночь. Я очень долго не могла уснуть, потому что во дворе у кого-то сигналила машина. Ну, типа сигналка сработала и она была не такая, типа, вью, 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 а просто вот как будто бы кто-то сигналит, типа, пип, пип, пип. Ну, короче, вот такая сигналка. И я из-за этого не могла уснуть, сейчас я в таком дерьмо состоянии, потому что я не выспалась и меня сейчас начинает вот это всё накрывать. Независимо, что я сегодня попила кофе, выпила два чая, ну, типа, такие вроде должны были меня взбодрить, но ни хера. Сегодня я уже успела сделать миллиард дел. Сейчас полчетвёртого, сейчас пойду делать ещё миллиард дел. Ещё надо снимать работу, снимать рекламу. В курсе вы или нет, у меня в ВКонтакте вышло видео, в котором я показала, что у нас теперь здесь в комнате. Показывала, какой был срач, как я убрала вообще, что у нас за срач был в квартире. Вчера из этой комнаты, на которую смотрю, вывезли кабинку, кресло. И тут у нас будет детская и, скорее всего, моё рабочее место. Вот так. Короче, мы со Славой поменяемся местами. Сейчас тут его стоит стол. Нам тут ещё обои менять, но его стол переедет сюда, на моё место, скорее всего. Поменяемся местами, потому что, ну, просто, я думаю, так будет логичней. Так что вот, тут был срач, я вчера всё убрала. Вот. Так что, тут осталось поменять обои, шторы, всё вот это поменять. Там что-то отцепилось, отвалилось. Ещё пофиг. Ну, как бы, мы всё равно это будем всё снимать. Вот. Просто нужно сначала обои, понятно, поклеить. Ещё заметила, что здесь розетка вот эта криво сделана. Такой угар. Вот след от дивана. Посмотрите у меня вконтакте. Ссылку я оставлю в описании. Влог со вчерашнего дня. Там, кстати, ещё этот гендер-пати мы обсуждали с организаторами. Так что, посмотрите. Вот, тут у нас стоит вот эта классная колоночка. Я её обожаю. Такая вот у нас погода на 16 марта. Ребята, рассказываю. В общем, у меня, конечно, такое уже бывало и не раз, но сейчас прям очень часто так стало, что как чего-то вкусненького захочется. Дома этого нет. Идти лень. Погода не очень. Или ещё очень часто такое тоже бывает, я уверена, каждая хозяйка себя вспомнит, что ты уже начал что-то готовить, замешивать, у тебя уже весь процесс идёт и не хватает какого-то ингредиента. У меня так бывало, когда я начинала делать фарш на котлеты, ну то есть всё готово, а мне нужен ещё хлеб. И хлеба не оказалось. Ну, короче, всё безумно бы напрягало, если бы не было доставок. Мы вообще перестали ходить в магазины, либо это происходит очень-очень редко, потому что всё заказываем онлайн через Бермаркет. И они доставляют из разных магазинов не только еду, но и косметику, лекарства, товары для детей и золотовары. Цены ниже, чем в магазинах, и постоянно есть какие-то акции. Например, можно заказать доставку из самоката через приложение Сбермаркет. И для меня это супер радостная новость, потому что я люблю самокат и их товары собственного производства. И теперь я могу сделать заказ из самоката через Сбермаркет. Доставка абсолютно бесплатная, а стоимость заказа можно до 99% оплатить бонусами Сберспасива. Это всё супер удобно, потому что ты не тратишь время на поход в магазин. Выбор товаров просто огроменный. Всё можно оплачивать бонусами и доставка бесплатная. Сейчас как раз собираюсь готовить ужин и уже заказала нужные продукты в Сбермаркете и на ужин, и нам на завтрак. А те, кто ни разу ещё не делали заказ в Сбермаркете, я оставляю вам промокод PUSHMAN35, и он даст скидку 35% на первый заказ. У меня целых два пакета с вкуснейшими продуктами, так что порадуюсь сегодня и себя, и мужа вкуснейшим ужином. Так, расфоковка, сметанка. 15%. Вот такой сыр заказала вкуснейший. Я всё мечтаю съесть макароны с сыром. Вот такие вот ёжики из индейки. Кстати, я из индейки ещё сама ничего не готовила, так что вот это вкусняшка вообще. Вот такое сливочное масло. Молоко 2,5%. Блин, мне так нравится их вот этот кружочек. Прикольный дизайн у самоката. Минималистичный, но прикольный. И ещё вот такая мука. Я когда в самокате оформляю заказ, у них есть целый раздел с их продукцией, поэтому очень удобно, если нравится именно их производство продукты, так что попробуйте. А я пошла готовить ужин и наслаждаться вечером. Тут моя радость, моё чудо распустилось. Любименький мой. Хорошенький. Цветунчик ты мой. Вчера я довела себя до такого состояния, когда я была на грани, когда ты устал и хочешь заплакать от того, как ты устал. От того, что ты забегался и просто заколебался. Не то, что у тебя что-то болит, а вот просто, знаете, моральное состояние, что я съеблюсь, всё из рук валится, потому что ты спешишь. Вот это вот, знаете, слюни изо рта разлетаются, потому что ты бежишь куда-то. Я поймала себя на мысли, что вообще нахер, я сейчас возьму себе реально выходные, как делают обычные люди, потому что иначе ни к чему хорошему это не приведёт. Так, эту кофту надо снимать, потому что она за всё цепляется своими рваными дырками. Она клёвая в жизни, но не для каких-то таких вот движух. Сегодня ключами за эту херню зацепилась. С сумками, ну, не тяжёлыми, но просто много. У меня там коробка какая-то была, господи, пакет. Я заходила в ортопедический, покупала себе корсет, специальный поддерживающий для беременных, ещё компрессионные чулки. Короче, всё, вот это кофе у меня с моей сумкой. И ключи, блядь, зацепились за эту херню, я их вот так вот херачу. Ну, короче, вы же знаете, псих немножко. Ребят, мне пришла сегодня посылка от бренда Белле Ю. Белле Ю. Думают же, блин, классное название. Типа бельё, Белле Ю, типа в духе. Но это Белле, Белле Ю. Короче, в общем, я уже нарядилась в один комплект, уже всё разворошила. Но сначала в сторис красивенько сняла, вот, но уже всё разворошила. Короче, у меня есть вот такой комплект, в такой оттенке. Чёрный, где тут чёрный топ? Чёрный, значит, вот такой комплект с таким топом. Ну, короче, просто набрала себе вот такой вот классный, мягенький, вообще уютненький. Так, что-то тут с шортиками, по-моему. Либо они просто, короче, офигенные шортики. Вот они бы у меня были с самого начала, я бы в них снимала, как растёт мой живот. Вот, это что? Это что-то. Сейчас посмотрим, я не поняла, что это. Вот такие лифаки. Офигенные, я их просто обожаю. Вы знаете, у меня такие уже есть, были. Вот, но у меня были вообще в размере XS. И сейчас на моей новой груди. И после родов это будет, конечно, трындец XS. Поэтому я заказала себе всё довольно-таки немаленького размера. Вот, что планируется огромная грудь. Так, у меня здесь есть классная вот такая кофта. Я сейчас всё это померю. И, по-моему, она как раз с штанами. Такой офигенный домашний комплект. Тут просто трусики. Очень хорошее бельё у этого бренда. Я их просто обожаю. Вот такие вот. Кстати, у меня в женской консультации, как-то раз я припёрлась к ним в стрингах, они меня наругали, сказали, что это вообще ужасно. Нельзя ходить в стрингах. Это прям плохо-плохо-плохо. Не самая лучшая идея. И нужно носить обычные трусы. Вот такие. Вот такие. Тут офигенский костюмчик ночной. По-моему, вообще в Эльке какой-то заказала его. Какой-то сумасшедший размер на гигантов. Он, по-моему, должен быть какой-то прям суперогромный. МЛ тоже. Вот. Ну, как раз планируется на огромный живот. Но я смотрю, он и длинный. Ну, я не знаю, что из этого получится. Если что, потом мужу отдам. Потому что выглядит так, как будто, ну, прям на очень большого человечка. На меня. Огромная дентина. Посмотрите, это просто идеально. И он ещё тянется. То есть оно вроде так плотно прилегает, но при этом не сильно давит. Девчонки, я уже мечтаю пойти в зал. Решила померить такой яркий цвет. Он сразу в глаза бросился. Очень удобное бельё. Они у меня даже длинноваты, но когда появится очень большой живот, это будет просто изумительно. Ой, блин, зато как хорошо. И карманцы есть. Ё-моё, ребята. Мне кажется, это такой, знаете, это такой костюм чисто батька. Он так выглядит. Надо было брать размер поменьше всё-таки. Это что я взяла? МЛ? Надо было, наверное, СМ брать, если там такое было. Я не помню. Потому что после того, как я рожу, я не знаю. Типа, может, даже мужа будет большое. Реально. Зато можно не беспокоиться по поводу комфорта. Ну да, рубашка тоже, конечно, огромная. Не помню, на чём мы там с вами остановились. У нас дома немножко сейчас нету суперкрасивой зоны, потому что у нас, например, на шкафу опять стоят всякие коробки. Но это временно. Это просто вау. Здесь вот такие шорты. Тоже МЛ. Изначально я увидела у них на страничке девушку беременную. Прям, то есть, это для беременных вов. Беременную девушку в таком же наряде, только молочном. И я просто... Мне крышу снесло. Я такая... Я только вот плала и видела себя в этом наряде. Но, когда я оформляла заказ, не было молочного. Был только чёрный. И, по-моему, ещё какой-то другой цвет. Какой-то... Я не помню. Ну, короче, посмотрите на сайте у них. Вот это комплект. Такая вот кофта и шортики. Ну, можно сказать, домашние. Они немножко с закругляшками ну вот в конце. И эту кофту будет просто офигенно носить. Ну, то есть, не дома даже, а вот, например, на любую мою какую-то одежду, на лосины. Очень всё хорошо тянется. Ну, то есть... Вообще... Ну, то есть, понятное дело, что в этой кофте вообще можно доходить до самого-самого... До самых родов. Что не может меня не радовать. Знаете, как водолазка. Обалденно. Просто для обычной, там, какой-то повседневной жизни. И даже, я думаю, будучи не беременной, вообще классно. Только я единственное, что думаю, я могла бы взять размер и поменьше, потому что тут, знаете, она как будто вот именно и в рукавах длинные. Вот. Так что это, по-моему, тоже ML, да. Ну, это, короче, всё у меня ML. Вот так вот там идёт размер. Не то, что M, а типа ML. Через дробь. В чёрном я просто... Какая-то Лара Крофт. Всё валяется. Всё в одежде валяется. Глаз сказывает. Вы гляньте на мой бампер. Тот, что спереди. Это же просто. Завтра у меня съёмки. Всё смотрится нелепо. Ты чё живёшь? Ты чё улыбаетесь? Блин. Я когда думаю о том, что сейчас только начнётся. Ну, уже начался, конечно, активный рост, но он сейчас только начинается активный. Это трэш. Я не знаю, что со мной будет дальше. Я наслаждаюсь каждым днём. В том плане, что пока я не сильно отекаю, пока я ещё ничего... Я ничего не хочу снимать. Я хочу дома завтра спать. В какой-то момент я их доставала и думала, что они мне пойдут. по размеру. Господи, как это всё смотрится нелепо. На беременном. Ммм. На беременном животе это всё выглядит очень стрэндж. В чём я хожу каждый день? В чём я... То, в чём я хожу каждый день, это обычные чёрные лосины. И то. Сегодня их обрызгала вонючая машина. Зай. Что? Отплакать собираюсь. Почему? Потому что я не ебану нахуй нахуй мне делать съёмку, если я не знаю, в чём мне быть на этой съёмке. Короче, я сниму одно видео. Угу. Переодевашку. Единственное, что смотрится, блин, как по мне, вот на мне нормально, это лосины. Лосины и какая-нибудь, не знаю, кофта, типа топ, сверху рубашка. Я больше ничего реально не вижу. Потому что всё остальное выглядит просто нелепо. Ну-ка, если бы я рубашка интересная такая. Тупо будет? Ну, это тупо. Как ещё? Может быть. Бежевые бы какие-нибудь будут все. А, кстати, тут есть прям вот такая рубашка. Ну, просто хочется, чтобы было что-то прикольное. А не совсем. Ну, это просто таракан какой-то. Какой-то тараканец. Постерные, если есть классные такие видео, я потом буду сама с кайфом их пересматривать. Странно. Я так расстроена, что хочется плакать, но я смеюсь. Мойный истерический. Хотя вот прикольный лук, правда, получается. Только рубашку заменить. Так, ребят, мы приехали в студию. Сонь, скажи привет. Привет. Это Соня, она снимает обелденные рилсы, клипы. Так что сейчас вот снимали в чёрном образе. Такой вот лук. Ну, это мой такой просто обычный, повседневный, классный лук. Сейчас я переоденусь, покажу вам, что у нас будет. Снимаем на циклораме. Зато вообще будет классно, да, всё это монтировать, и поэтому мы не ставим никакие метки особо, да? Да. Улёт. Так что сейчас снимем вообще за 10 минут такую красоту. А ещё я не одна с Надей встретились, сто лет не виделись, уже всех вас обсудили, вас плетничали. И после студии поедем в кафешку, в ресторан. Вот, так что такие вот у меня помощники сегодня. Я лучше потом стоять когда ты с сумочкой. Да? Да, 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 разные. Теперь можешь вот этого поверить с этой стороны. Это твоя рабочая сторона, или нет, мне не знаю, какая рабочая. Ну, всё красиво, если вам разговариваем, и вот мы тоже вот так поделаем. Ага, сейчас так? Да, да. Ага. Да. И теперь живой сам немножко к шаге. Ну, вот этот шаг на месте. Ага. Да. Да. Да, да, его параллельно поделить. Ага. Можешь сказать, что это действительно? Да, да, да. Присоедините. Ага. Да. А когда ты замуж пошла? Я думала, замуж, третий год. В 20-х. Во время коротики. Нифига. Поздравляю. А я не знала, я был недавно в Мужье. В Мужье. Так, поехали. Также с сумочкой. Сейчас. Глава, посидим. Посидим вперёд. В Мужье. в Родни. Чё-то смотрит на констат. Ага. Элис. Да. Да. Да, вот красиво. Есть. Всё. Да. Так, ребят, мы уже переместились в Филс в Атриуме. И я вот смотрю на вот эти штаны или чёрные, не знаю, но у меня как бы тут эти поприкольней. Сейчас всё-таки весна будет. Думаю посмотреть, потому что они как раз, видите, на резинках. Уж сверху живота не натяну, но под низ может. Так что сейчас попробую, посмотрю. Много тут новиночек классных, топиков, которые, кстати, на меня тоже налезут. Но как минимум их можно на груди нацепить. На живот уж не будем пробовать натягивать, понятное дело. Ну вот, кстати, блин, классная штука. С размером подгадать. Я думаю, оно тянется классно. Да. Я уже вижу себя в этом платье, девки. А чё, очень даже классно. Вот видите, какие тут прикольные кофточки. Короче, на самом деле, беременный, не беременный, пофиг, всё. Здесь можно подгадать. Я вообще даже не хожу ни в какие магазины там для беременных конкретно, знаете, даже не знаю таких. Я просто хожу вот в такие классные стильные магазинчики молодёжные. И здесь полно вообще вещей, которые подойдут на любой случай жизни. И на обычный, и на беременный, и не на беременный. Вот. Поэтому очень интересно, мне кажется, ещё наблюдать за тем, какую одежду я себе выбираю, смотрю, потому что на самом деле найти классные стильные вещи в моём положении не так сложно оказалось, как я могла подумать. Очень классный бомбер. Гляньте, какой. Такой бомберная куртка. Вот эти топы. У меня есть такой розовый, а сейчас я вижу чёрный появился, белый. Мне такой надо. Прям буду брать обязательно. Может, жилетку взять, кстати. М-м-м-м. Плотно. Очень нравится. Так что сейчас наберу, буду мерить и вам показывать. Так, ребят, вот такое платье. Есть ещё с синими рисунками. Это L на мне. Мне хочется, чтобы оно, ну, как-то более тут сильно натягивалось. Я думаю, в M это будет лучше. Но, опять же таки, всё-таки мне же на вырост надо. Если я беру платье, в принципе, M, значит, я, ну, то есть, больше S, значит, точно я это беру на время беременности, потому что в жизни повседневной я всегда ношу S, XS. Ну, до беременности, по крайней мере, вообще. S, XS. Смотря какая вещь. Так что, что-то то, что я планирую брать типа M, можно сразу понимать, что это точно на беременность. Но ничего, лучше потом похудеть. Классное платье. Короче, девчонки, я пыталась влезть в разные вещи, смыла себе весь макияж, вся теперь прыщавая, брови вниз, но неважно. Зато посмотрите, какой классный свитерек. Он сделан как, господи, кофта, типа для костюма спортивного в духе. Но это свитер. Ну вот, свитерная такая. Очень классная штука. Видите, как клево. Так, ребят, мы после шоппинга в Филс сидим с Надей и кушаем. Я ее натравила на такое же блюдо, когда говорю, давай пробуй тоже. Офигенный без строганов. Меня тут уже все узнают, уже знают, что мне надо дополнительные огурчики. И сейчас заказала себе салатик вот такой овощной, так что сидим и будем кушать, кайфовать, болтать, плетничать, пить чаечек и кушать без строганов. Ребята, всем привет. Сегодня 18. Сегодня суббота и мы со Славой ходили на свидание. Вот, я вам даже покажу, куда мы ходили. И это суббота и Talking Peace веком execute. И он выдранную подарю о отсюда и вот. И tradition Субтитры создавал DimaTorzok 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 что 10 тысяч, может, не такие большие деньги, и это нам кажется, что 10 тысяч это, типа, нормальная цена за то, чтобы содрать обои, аккуратно их медленно снять, и также медленно, аккуратно наклеить новые, но мне кажется, точно не 25. По крайней мере, что за чудо-парень тогда нам попался год-полтора назад, который поклеил все это дело за 10 тысяч. Так что, да, напишите, и я думаю, что просто они хотели нас на бабки разуть. Это, как говорится, между прочим, богатые люди, они нифига деньгами не раскидываются. Они, наоборот, следят за каждой копеечкой, поэтому они и богатые, вот как мне кажется. Не то, чтобы там жадные, а просто они следят и, типа, не соглашаются на всякие разводники. Хотя я, конечно, могу ошибаться, от характера зависит. Разные люди займывают. Бывают те, кто тратит многое и бездумно, а есть те, кто как бы... Я по себе, тоже по своим знакомым заметил, что да, богатые люди, особенно, которые трудом добились чего-то, они не очень тратят, они стараются... Ну, не то, чтобы не тратятся, а просто не разбрасывают налево-направо. Они раздумывают, типа, перед покупкой. То есть они, наверное, больше, более взвешенно относятся к своим финансам. Как бы, ну, это правильно. Вот. А также я знаю людей, которые тратят бездумно абсолютно. Сколько вообще есть, все, все пускаем. Ну, когда не знаешь цену деньгам... Я думаю, мы что-то среднее. Мы вчера сидели в ресторане, просто забешенные бабки, ели стейки, у нас никакие дни рождения, ничего. И для нас это, ну, типа, класс. Ну, мы просто к этому относимся как к свиданию. Типа, не то, что просто пойти перекусить, знаете, бутер с индейкой, братья коровы, а вот пойти покушать стейк, там человек выходит довольно-таки немаленький. Мы к этому относимся просто, вот, у нас свидание. Но при этом мы можем там пару раз в месяц сходить в такой ресторан дорогой, хотя, казалось бы, нифига тебе. Ну, короче, мы с одной стороны следим, чтобы нас не обманули, не кинули. Нам вот это вот приколы не надо. Мы за лохов, нас не надо держать. Но при этом где-то мы себе позволяем потратиться, может быть, хотя можно было бы там, не знаю, то же самое где-то подешевле, например, съесть, допустим. В общем, смотря где. Но тут, извини меня, мы себя, нас никто не обманывает. Мы приходим в ресторан, мы сами знаем, что здесь столько стоит, и мы за столько готовы заплатить. А тут просто пришли и хотели нас, это, обдурить. Кстати, сегодня же воскресенье, и сегодня 19 марта. А знаете, что это за день? Это день, когда у нас обновляется неделька у нашего малыша, плюс один. Теперь 24 недели беременности, и осталось всего 16 до родов. Прикиньте, ты прикинь, знаешь, 16 недель осталось до родов, то есть большая часть уже позади. Я не верю. Я вообще не верю, абсолютно. Я тоже не верю. Время летит вообще не замеряю. Я не понял, куда вообще эти полгода прошли. Да, я тоже, естественно. Причем, чем ближе к родам, тем быстрее время идет, и меня это сейчас напугает. Я в шоке. Нет, меня это очень пугает. Я стараюсь просто не думать о том, как быстро летит время, чтобы не загружаться, потому что я только моргнул, уже прошло несколько месяцев. А прикинь, моргнешь, а уже ребенок в школе. Вообще не представляю. Блин, у меня... Сначала у меня было такое чувство, типа, ой, что-то как-то слишком заранее все мы начинаем заказывать, что-то обустраивать. А теперь я уже думаю, господи, успеть бы. Не знаю, блин, почему у меня такое состояние. Но пока, тьфу, слава богу, вообще все еще, знаете, я оцениваю свое беременное состояние, точнее, как сказать, вот даже я врачу говорила, что вот пока все легко, непринужденно. Она говорит как раз, что это вот у каждого, ну, в разный момент приходит вот это, когда уже прям тяжело, когда уже сильно ноги там начинают болеть, потому что, ну, тяжесть, позвоночник, спина, все. Вот пока у меня еще такой период легкий. И несмотря на то, что мой живот выглядит довольно-таки немаленьким уже, но я чувствую себя очень классно, легко, непринужденно. Там, не знаю, у нас теперь с этой станцией колонка Алиси, которая я хочу, чтобы у нас в каждой комнате постоянно танцуем, веселимся. Я, конечно, не прыгаю, как сумасшедшая, понятное дело, я не смогу так и не хочу, и мне будет неприятно. И ребенку тоже будет неприятно, но постоянно какая-то движуха прям легкая. Такое, знаете, классное настроение. Сейчас солнце, наконец-то, погода стала лучше. Сейчас, кстати, 6 часов вечера, прикиньте, слюна накопилась во рту, не успеваю проглотить. Сколько мыслей у меня было. И, во-первых, сейчас уже, правда, ну, закат начинается, но какое же чудо. Все начинает таять. Погода плюс. Да, пока еще грязь, вот это все есть, но все равно скоро все растает и будет офигенно, сухо. Я не знаю, мне кажется, недели две очень давно, по моим ощущениям, мы не были во вкусной точке, и я очень хочу. Хотя, блин, можно было бы покушать где-то в кафешке, еще что-то, но мне прям так хочется. Картошечки вот эти, и чикинг вот эти. Хотя я знаю, что мы скоро пойдем на дачу, и стопудово заедем, можно было бы потерпеть. Но это типа, знаете, хочется, конечно, чего-нибудь такого. А, еще нам надо купить лопаты на дачу для снега. И когда мы поедем на дачу, Слава уже договорился, чтобы на даче нам там помогли убрать снег, потому что вы помните, наверное, хотя, может, и не помните, вы не видели, я не снимала, мне кажется, это там все у нас в снегу. Понятное дело, что сейчас все начинает таять, и нужно, ну, большую часть какую-то, которая, ну, не успеет так быстро, я думаю, растаять, нужно ее хорошенько убрать. Ребята, значит, рассказываю, когда мы приехали на дачу, мы увидели, что наши татуи чуть ли не валяются все, несмотря на то, что мы их подвязывали. Вот. Короче, некоторые из них практически прям валялись. Вон та вообще, ну, сильно нагнулась. Эту половину вообще под снегом была. Все, я уже подвязала. Еще дополнительно. Вот. Этой вообще пришлось. Не знаю, видно, она все равно под наклоном, видите, стоит. Эту я поставила. Бревна, блин. Ну, чтобы она как-то форму какую-то держала. Можжевельник этот я сейчас вообще выкапывала. Ну, руками, там, ногами вот так вот продалбивала. Вот. Потому что он вообще был весь под снегом. Всего его связала, как могла. Трэш. Просто трэш. Ну, красотища нереальная. Просто Слава там вот капает гараж. На самом деле, нам прям весело. Мы могли бы этим сегодня даже не заниматься, но, во-первых, сейчас не поздно. Погодка класс. Всего два, минус два градуса. Вот. Ощущается, как плюс даже. Ну, как. Продолбил. Против лома нет приема. Аккуратно сейчас почистил. У нас на даче нет хороших зимних лопат, поэтому нужно будет тоже сегодня их приобрести. Вот. И я еще должна подумать, что еще я бы хотела приобрести. И для дачи, возможно. Там еще уголки надо будет купить. А что за уголки? Ну, для комнаты. Вспомнила, что интересного вам расскажу. Мы со Славой по его инициативе начали смотреть сериал The Last of Us. Вернер? Да. Это сериал, снятый по игре. Конечно же, вы все знаете. Я в эту игру, кстати, не играла никогда. Не смотрела прохождение. Ну, так, чутка, типа, одним глазком знаю, о чем там видела. Вот. И Слава, понятное дело, смотрел, играл, вообще кайфовал. И все, типа, погнали смотреть. И он включил. Мы начали смотреть. Мы уже на шестой серии где-то. И нам так нравится, да? Нам нравится? Очень классно. Да, если бы они еще актрису, другую поменяли. У Славы самая большая боль в этом сериале это главная героиня, актриса, девочка, которая его жутко бесит, какую актрису они подобрали. Это не описать слова. Да, я вам очень мягко говорю. Мне кто играл... Согласятся с тобой, да? Вообще какая-то интересность. В общем, ты хочешь сказать, что в игре она красивее, да? В игре она просто миловиднее. Типа, они взяли какую-то девочку, я не знаю, что это за... Я знаю эту девочку, она играла в Игре Престолов. Ну, мне кажется, она... Да, она похожа на пацанку, но в игре как бы была... Ну, уже в игре все придумали. Я не понимаю, зачем нужно. Они отлично подобрали Паскаля под Джоэла. Прекрасно просто. Это отличная роль. Он просто идеально подходит. Он как попия. Почему нельзя было подобрать попию? Плюс главной героини. Почему? Слушай, может быть, это самая классная копия, которую они нашли? Там даже не рядом. Ну, им же надо было, чтобы актриса хорош... Ну, актрисы была. А не просто девочка похожая. Я думаю, тут и эта роль играет, чтобы... Ну, профессионализм какой-то был. Знаю, насколько это будет популярный сериал. Все-таки все ждут. Ну, а как ты относишься к русалочке, афроамериканке? Ну, ты... Тебе это понравилось бы? Ну, мне как человеку, который вырос там... Ну, не на русалочке, в смысле. Но там на каких-то ролях уже конкретных. В мультиках, в играх. Ну, странно. Понимаешь, если, например... Если бы поставили Геральда из Ривии в сериале какого-нибудь, не знаю, азиата... Ну, типа, я ничего против не имею, но есть уже, как бы, канон. Ну, да. Это то же самое. Я с тобой полностью согласна, потому что это уже, знаешь, в голове, как такой образ, который ты воспринимаешь... Уже воспринимаешь. Так что русалочка — это там европейской внешности девушка, там, ну... Понимаешь, а самое-то главное. С рыжими какими-то волосами. Да, понимаешь, самое-то главное. Авторам не нужно ничего придумывать, понимаешь? У них уже все есть. Им уже дали референсы, ёпта. Понимаешь? Ну, смотри, какой резонанс. Ну, хз. Может быть, они переживают, что русалочку никто не посмотрит, не обсудит? Нет. С такой актрисой. Нет, мы посмотрим русалочку, мы ее обсудим. Но вопрос, понравится нам это или нет, это уже другая тема. Ну, не знаю. Ну, нам может понравиться все, но не понравится то, что там, типа, девушка не соответствует нашим ожиданиям в плане внешности русалочки, к которой мы привыкли. Да, да, это то же самое. Сейчас, а Тинки Винки, это Тинки Вилл, блин, как же ее? Пинки Винки? Нет, Тинки Винки. Сейчас, это фея из, маленькая фея из Питера Пэна. Тоже адаптация новая. И тоже они вместо, ну, европейской девочки маленькой. Как бы так сказать, белой, да? Ну да, белой европеоидной девочке опять всунули туда, по-моему, тоже, ну, африканку. Зачем? Афроамериканку. Ну, афроамериканку, африканку, не важно. Зачем? Вопрос. Я не понимаю, для того, чтобы захватить аудиторию, ну, вот этой расы, я как бы не понимаю. Создайте что-то новое просто, типа как этот, Пантера фильм, да, там где эти крутые африканцы. Да, Моханда Форэва. Круто. Да, да, а прикиньте, вот через 20-30 лет переделают эту пантеру и вместо африканцев сделают русскую, эти, ну, этих африканцев белыми. Это же странно. Ну да. И белый такой, Ваканда Форэва. Ну, типа, это же бред. То же самое с этими, ну, героями, которых они переделывают под актуальную повесточку. Не буду говорить про The Last of Us 2 и актуальную повесточку там, потому что там вообще можно об этом разговаривать вечно и обсирать авторов просто до бесконечности. Но, как бы, уже, я думаю, те, кто смотрел, те, кто играл, те, кто знает, они все и так знают. Единственный плюс у этой темнокожей русалочки, она очень похожа на рыбу. Я думаю, что из-за ее разреза глаз, которые находятся довольно-таки далеко от переносицы, я не хочу сказать, что это некрасиво, я не хочу никого обидеть. Это, знаете, вот это постоянное, типа, не обижайтесь, не обижайтесь. И на реакциях, как мы тоже не хотим никого обижать, но, типа, блин, мне не нравится. Ну, как бы, просто не нравится. Она не выглядит так, как я себе в голове представляю русалочку. И это может быть только моей проблемой, ради бога. Нам, просто нам не нравится. Это должна быть такая, вот, как я представляю, как принцесска, не знаю, как вот из мультиков, из сказок, из детских вот этих мультиков. У нее такой маленький аккуратненький носик, такие вот губы. Такая вот классная шевелюра рыжая, она вся такая красотка. Глазки у нее такие, не знаю, серенькие голуби. Ну, вот прям принцесска-принцесска, но я понимаю, что хочется, может быть, отходить от вот этих стандартов, к которым мы привыкли, еще что-то. Но, типа, для чего, ради чего? Чтобы поверить, что русалочкой, может быть, и не такая девочка, а другая, да окей. Типа, русалочек полно, разных фильмов полно, где русалки есть и такие, и сякие. Ну, типа, ну, просто этот мультик детства уже заложился в голове. Ну, короче, напишите, что думаете в комментариях. Так, ребят, рассказываю, в итоге мы не поехали в торговый центр, точнее, мы туда приехали, поняли, что сегодня воскресенье, там огромное количество машин, людей, и мы даже не стали выходить внутрь торгового центра, потому что то, куда нам надо, это Ашан, Леруа, Мерлен, там 100% будут длинные, огромные очереди, мы решили плюнуть и поехать туда завтра, и поехали с торгового центра на рынок, купили курицу, я сейчас варю суп, который мы, кстати, давненько не ели. Было бы мне все как-то не до этого. Вот, все поставила, ну, помыла, понятно, подготовила, закинула, и сейчас я могу его оставить на, там, полтора часа и заниматься какими-то своими делами. Смотрим на мой живот. Еще мне как-то писали, что, типа, Юля, у тебя там что-то со спиной, что-то ты прогибаешь, что, типа, живот вперед, еще что-то. На самом деле нет. Вот так вот я обычно хожу. Это мое обычное состояние, и без живота. Типа, я бы точно так же стояла, просто кто-то писал, что я как будто попла назад, живот вперед, и я это даже поставляла к себе в сториз, типа, ребят, серьезно? Но, вашу защиту, кто думал, что у меня там лордоз какой-то, еще что-то, у меня действительно есть желание вот так вот ходить. Ну, то есть, нагрузка все-таки есть на спину, и постоянно хочется вот так вот. То есть, вот нормальное состояние, в котором я всегда хожу, стараюсь ходить, но иногда хочется вот так вот. Ну, то есть, я не знаю, как это, но прогибается, и, конечно, это нехорошо. Конечно, это нехорошо, и бывает, я просыпаюсь, у меня болит спина, и я не могу понять, она у меня болит от того, что я всю ночь лежала как-то в одном положении, либо потому что я до этого день ходила вот так вот. Ну, короче, блин, это сложно. Но не так сильно болит, чтобы прямо офигевать. Исходить с ума. Я очень надеюсь, что те люди, которые завтра к нам придут смотреть, опять у нас будут смотрины, будут смотреть комнату, где нужно поменять обои. Я очень надеюсь, что они за это возьмутся, нас устроит цена, и послезавтра уже все это сделают. Очень бы хотелось, чтобы скорее уже закрылся этот вопрос, чтобы можно было там, не знаю, как-то все потихоньку обустраивать. Конечно, мы не можем там все обустраивать, потому что много мебель даже не приехала, не доехала, которая планируется там. Но все равно уже, знаете, вот это вот состояние, ощущение того, что больше никто сюда лечь, уже лечь с ней там не придет. Все равно хорошее было бы такое настроение. И там же нам еще нужно поменять шторы. Я, честно, не знаю, хочу ли я делать тюль. Вообще тюль, конечно, это уютно. Я вот это все знала, понимаю, но в принципе... Но у нас, кстати, в новой квартире вообще не планируется тюль. Типа это вроде как прошлый век немножко считается. Ну, хозе. Напишите в комментариях, что думаете. Она создает уютно тюль. Это да. Но и как будто бы... Ну, хотя нет, я думаю, что разные факторы. От стиля зависит. Но у нас в новой квартире вообще не планируется тюль. Не знаю, может быть, потом мы повесим, если подумаем, что нам что-то не хватает. Но по сути у нас тюль вот здесь, например, на кухне. Кстати, сюда тоже было бы неплохо шторы повесить. А что? Я думаю, было бы уютно. Прям даже те же шторы сюда бы подошли, наверное. Позавчера был очень милый момент. Слава разговаривал с животом, с нашим малышом. И вот так вот делал, типа, ну, немножко там тыкал. Мне не сильно, понятное дело, он вообще боится всех этих штук. Я, когда он руку кладет, ее сильнее прижимаю, потому что он слабенько прижимает. А ну, как бы, малышу ничего. Я же чувствую себя нормально. Вот я просто люблю прям нормально держать так вот, чтобы лучше чувствовать малыша. Хотя же вот такой твердый вообще. Капец. Так любопытно. Так вот, и был очень милый момент. Слава вот так вот с малышом разговаривал, что-то там пальчиком нажимал. Так, тик-тик, руку клал. И малыш отвечал Славе. И это было очень много раз. Он прям отвечал, так общался с ним. Это было мило. Вот такая вот милота. Я постоянно думаю о том, чтобы заказать домой шкаф в коридор. Там, где у нас стоит робот-пылесос. Сейчас вам покажу это место. Я потом ухожу в таких вот шортиках от бренда Бельё. Белый Ю. Вот. Очень классные такие прям. К ним еще идет кофточка. Вот здесь у нас стоит пылесос, стол с колонкой. И я постоянно думаю о том, что было бы неплохо сюда поставить шкаф. Вот прям от стены. Хотя бы, не знаю, досюда, что ли. Ну, лучше уж досюда. Просто какой-нибудь белый, знаете, шкаф. И это было бы улет. Я даже как-то мерила. Даже как-то хотела заказать шкаф. Просто мне кажется, здесь идеальное место. Ну, типа, посмотрите. Вот это пространство, это просто пустая комната, которая могла бы служить чем-то полезным. С другой стороны, нужно ли это делать? Просто нам постоянно не хватает места для вещей, одежды, коробок. И да, у нас есть дача, куда можно все туда-сюда обратно возить. Но это так неудобно на самом деле. Потому что вот сейчас я понимаю, что много классных вещей. Каких-то, ну, более летних на даче. Здесь более зимние. И сейчас уже нужно, вот когда мы поедем, я не знаю, что мы повезем, но нам много всего надо везти. И кроватки. И, ну, одну кроватку. И какую-то там, типа, не знаю, мини-мебель, коробки. Ну, короче, по мелочи это то, что вот мы сможем машину загрузить. И, по сути бы, уже собрать какой-то чемодан зимней одежды, которая в этом году уже не пригодится. А с дачи привезти что-то более легкое. В общем, это постоянная, бесконечная хрень, которая меня бесит. Тут у меня варится чудный куриный супчик. Вот, ингредиенты очень простые. Курица, лук. Ух ты, я и продырявила спину. Лук. Морковка. Пенку надо снимать. И я еще связываю вот так вот попки от зелени. Связываю, чтобы они не валялись по всей кастрюле. Так что не терпится поесть супчик с черным хлебушком. Сейчас я буду смывать макияж, кайфовать, лежать в кровати. Но прежде я разгребу котлеты. Кстати, по-моему, позавчера я котлеты налепила, и не было все времени их разложить. Вот. Я придумала новое классное приспособление. Не на стаканы, а вот на такую штуку, которая обычно идет в комплекте с микроволновкой, если там есть гриль какой-то режим. Вот. Так что налепила. Здесь было 2 килограмма. Так что сейчас я направляюсь прямиком. В ванну. Умываться. Смывать макияжи. И отдыхать. Спасибо большое, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Всех люблю, с удовольствием. Обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока. Ребята, у нас экстренное включение. Сегодня 22 марта. Господи, как быстро время летит. Сейчас 12 часов ночи. 0,10. И тарам! Только что у нас закончили клеить обои. Сейчас мы со Славой здесь наведем супер чистоту, порядок. Все эти ошметки нахер выкинем. Как раз подышим свежим воздухом, потому что в квартире просто... Просто дышать нечем, из-за того, что окна открывать нельзя. Ну, чтобы сквозняка не было, все. Но! Я стою на том самом месте, где будет что-то. Но самое главное, что эта комната будет... То есть, что с шваброй? С ней ничего. Это же соберется? Конечно. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Потому что у меня сердечный преступник. Не, не переживай. Это самая лучшая швабра, которую я знаю, у меня ее дедушка купил. Надеюсь, она не вспомнена всю жизнь. Так вот. Если сломанная, я тебе куплю новую точно такую же. Таких больше нет. Я найду. Тут так грязно, но так классно. Наконец-то белый бой. Хотя они были, да, как белые, скажи. Но мы их, правда, с навеком на то, что они будут не совсем белые. Немножко в бежевинку. Но видно немножко, да, что они бежевее, если сравнивать с потолком. Но супер. Текстура муа. Поклеена муа. И за эту работу заплатили... Сколько? Ну, получается 14 тысяч. Не 25. Ну, а 14 тоже много. Ну, да, учитывая, что эта комната не такая уж и большая, но, блин, 25 это вообще. В общем, сейчас мы здесь наведем порядок. Хочу помыть здесь в полы в любом случае. Закроем эту комнату, заложим ее тканью какой-то. И откроем окно у себя где-то, где мы будем находиться. Потому что сдохнула она от жары. Так что сейчас, когда у нас все в ночи, мы очень быстро с моим коллегой пойду из этого эхо-помещения. Ох, ребята, красота. Это моя любимая швабочка. Тут все в грязи, я буду здесь мыть снова пол. Здесь полы моются чаще, чем всю вообще мою жизнь, когда-либо где-то мылись полы. Потому что у нас то одно, то другое. А я не могу жить в грязи. Я с беременностью стала еще более этой... Чисто плотной. Потому что мне кажется, что... Вообще не знаю, что... Что я должна убраться так, как уже ребенок выйдет и оценит чисто тут или нет. Ладно, я не буду снимать процесс уборки. Просто потом покажу, как здесь станет. Самое главное, что просто сейчас мы все соберем. Ошметки. И, кстати, ушло три рулона на эту комнату. То есть мы купили четыре. И один у нас остался. Так что... Да, сколько? Тупо несколько тысяч на ветер. Да, сколько стоили? Четыре тысячи один. Четыре тысячи. Да. Ну, кстати, их можно сдать, попробовать. Мы в прошлый раз нам так предлагали, что если останется лишний рулон, можно привезти, сдадите, типа. Ну, посмотрим. Если что, можно будет потом балкон поклеить. Всегда их можно сохранить. Мало ли что. Отклеится, испортится. Ну, конечно, это не стоит четыре тысячи. А бы что. Но всякое бывает. А что с плинтусом? Он такой странный. А, это просто мусор там или что это? А, там что-то не хватает, да? Не хватает. Вот. Ну, в остальных комнатах у нас все норм. Просто сюда мы запихали то, что было там. Вот. Здесь тоже все нормально. Ну, как бы чисто, свежо, кстати. Тут помните хорошо. Так что сейчас здесь все приведем в порядок. И будет класс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА